Леди Свинт и Мистера Икс Если это твердее, то не даст пенке прилипнуть. Для рук, ног, головы и туловища изготавливаются отдельные формы. Поверх формы укладывается большой пласт пены. Сверху на него кладется пласт более твердой пены, который будет служить шаблоном. Два слоя пены и деревянная форма проходят через прессовально-отрезной станок. Пласты и пена прессуются вместе, в то время как тонкое лезвие отсекает излишки пены. Какое давление прилагает станок – ревностно оберегаемый секрет производства. Готовые руки из пены выскакивают с другой стороны. Для головы и туловища используется пласт пены размерами 139 на 43 сантиметра, толщиной 14 сантиметров. А также пласт – шаблон с формами груди и пупка, а также пара втулок, чтобы обозначить соски. Шаблон выдержан в лучших традициях импрессионизма. Однако биологическое сходство с человеком для манекенов не требуется. Вот прессовально-отрезной станок в действии. Девять роликов сжимают форму, прессуя мягкую пену и более твердый шаблон и пропускают через тонкую прорезь. В то же время срезается 15 сантиметров пены. Верная шаблону «Ляди Свин» появляется с другой стороны станка. Гибкость – ее отличительная особенность. Она и «Мистер Икс» чаще всего позируют рядом со спортивным оборудованием – верховный мотоциклок и снегоходов. Свои имена они получили от одного производителя еще в 70-х. А потом клички пристали. Рабочие осматривают манекен и срезают излишки пены. Готовое изделие легко извлекается из формы, так как на внутреннюю поверхность была нанесена смазка. Затем рабочий собирает скелет манекена. Конструкцию стальных прутьев диаметром полсантиметра, который будет поддерживать мягкую пену. Скелет вставляет между двух половинок полиуретанового тела. Рабочий сваривает вместе 16 мест соединений, включающих лодыжки, колено, бедра, таз, локти и плечи. Другой рабочий наносит медленно сохнущий клей на водной основе, на скелет и на полиуретан, который будет его покрывать. Затем все части склеивают между собой. Металлические штыри в руках тонкие и гибкие, чтобы руки можно было сгибать. Рабочий помещает скелет между двух половинок туловища, располагая пену так, чтобы края сходились. Зная, сколько труда затрачивается на изготовление манекена, неудивительно, что они так дорого стоят. Каждый манекен изготавливается вручную. Дав отдельным частям высохнуть за ночь, рабочие проверяют гибкость конечностей. Затем они соединяют нижние конечности с туловищем. Металлический скелет выходит за пределы стопы, чтобы манекен можно было крепить к полу в витрине. А вот сцена достойная фильма ужасов. Используя электрический нож, рабочий отсекает 6 сантиметров с лицевой части головы. После этого к ней крепится пластиковая маска. Для этого используется клей на растворителе. Маска должна приклеиться прочно. Затем манекен покрывает ровным слоем клея телесного цвета на водной основе, после чего осыпает порошком из крошечных частиц ткани, флоком. Покрытие сохнет 12 часов. После чего манекен приобретает защитную огнеупорную кожу. Эта фабрика выпускает манекены с 18 цветами флокового покрытия, начиная с оттенков кожи и заканчивая яркими цветами. Прежде чем Леди Свинк выйдет в свет, ей нужно сделать макияж, нанести порошковый краситель на губы и щеки и краску на водной основе на глаза, ресницы и брови. Затем надеть парик и готова. Она готова идти на свидание с Мистером Икс.